по каким показателям сравнивать вообще маркетинг планы когда вы начинаете говорить например сетевик часто не идет на на переход резки то есть вы например сказали пойдем к нам в компанию сказал хорошо пойду да навряд ли не дождетесь потому что обычно это идет легко только тот который ищет себе подбирает сетевую компанию или хочет действительно самом деле перейти в другую компанию потому что его что-то не устраивает поэтому только эти люди придут в легкую к вам и в легкую начнут перекладывать свое привычное как они привыкли работать в той компании на наш маркетинг план не всегда бывают плюсы конечно того что они перекладывают это потому что иногда бывает они натыкаются на те проблемки которые они не ожидали это знаете как это не значит что человек плохой это значит что если вы видите что ваш лидер из другой сетевой компании работает по четкому плану как он привык в другой компании то вам нужно просто показать чтобы он увидел что ему нужно поправить подкорректировать в нашей компании объясню сейчас немножко по-другому смотрите вообще чем уникальны фаберлик на самом деле когда я разговариваю с сетевиками я говорю чем уникально придя в нашу команду и в нашу компанию вы можете строить такую структуру какую вы хотите которая вам привычно единственное что я вам покажу несколько моментов на что вам необходимо обратить внимание в какой момент нужно как говорится сказать стоп и начинать развивать другие немножко ситуации чтобы у вас был больше доход чтобы у вас выше были бонусы чтобы ваша структура была довольна чтобы она не сказала что лохотрон то есть вот вот этот момент но компания фаберлик позволяет каждому член каждому пришедшему и тем более сетевику выстраивать свой бизнес так как ему нравится в каком плане так как ему нравится конечно у нас есть определенные правила конечно у нас есть определенные требования чтобы не было как говорится знаете анархии но в любом случае действительно каждый может прийти с нулевым кошельком вступить бесплатно и просто начать пользоваться для семьи каждый может покупать относительно недорогой продукт и не не как говорится и свой бюджет семейный не растрачивать каждый может зарабатывать именно с продаж и каждый может построить структуру так как ему комфортно и вот в этом плане считаю что именно руководство фаберлик уникально потому что нет у нас указаний сверху шаг влево шаг вправо расстрел ну нет у нас такого у нас уважают каждого пришедшего у нас уважают каждого кто хочет действительно куда-то двинуться у у нас уважают желание человека в строить свою структуру по своему по своей схеме вот это я считаю что плюс компании фаберлик и это плюс в нашей команде потому что мы очень лояльно относимся к каждому пришедшему другому сетевику итак когда например вы начинаете говорить сетевый ком и и хотите его пригласить то очень важно не сравнивать по баллам многие говорят вот у вас три тысячи у нас три да ничего это не говорит вот у вас три а у нас семь с половиной да ничего это не говорит всегда нужно сравнивать не по баллам а по обороту товарообороту структуры то есть вот вы видите пример я вам тут привела именно на фаберлик а у каждой компании есть своя планка самая первая высокая у нас это директор у кого-то по-другому будет называться как мы с вами говорили и сравнение вы делаете берете вот если взять наши три тысячи баллов стоимость одного балла 75 рублей соответственно это получается 225 тысяч рублей оборот вашей структуры но если продукт ваша команда будет брать по супер ценам то стоимость будет сто пятьдесят естественно не все берут по супер ценам поэтому когда вы будете считать делайте в среднем 100 рублей или 80 рублей тогда вы получите приблизительный оборот вашей структуры от трех тысяч баллов вам тогда проще будет сравнивать с другой компанией когда вам ваш другой сетевик скажет у меня три тысячи баллов вы скажете а сколько стоимость вашего балла именно продукта тогда вы сможете посчитать берете его баллы умножаете на его стоимость и получаете оборот структуры и сравниваете со своим оборотом структуры если это понятно поставьте восклицательные знаки коллеги это понятно спасибо руслан отлично отлично благодарю вас почему я спрашиваю понятно или нет потому что я не стала приводить примеры других сетевых компаний ну например вот просто приведу пример в арифлэме семь с половиной тысяч баллов это первая планка вот высокая и там совершать и вот не нужно сравнивать сколько баллов можно сказать у нас меньше надо делать три тысячи баллов а сколько в обороте и тогда вам легче будет говорить сетевиком помните дарья вам говорила что нужно пообщаться то и знаете как некоторые сетевики говорят нет вам у меня не интересуют другие предложения перехода и и вы можете просто задать вопрос простой а вы могли бы рассказать о своем маркетинг плане на самом деле мне хотелось бы узнать более подробно чтобы ну понять выгоды ваши выгоды наши то есть попробуйте просто пообщаться без переманивания без вовлечения как говорится ухватиться там за шкварник и притащить нет просто пообщайтесь с другим сетевиком тогда ну ему будет легко и вам будет легко и когда вы начнете сравнивать то может быть сам он сравнивая ваш маркетинг наш маркетинг план со своим маркетинг планом он скажет ого а у вас то получается сумма сумма например меньше или выплаты больше вот например когда я сравнивала с некоторыми сетевиками у нас получалось что у них нужно больше оборот сделать структуры для того чтобы достигнуть первой высокой квалификации а если взять их квалификацию вот которая у нас оборот например 300 тысяч и у них 300 тысяч то у них это где-то промежуточный уровень как у нас например вице-директор или старший лидер и там процентовка совершенно другая у нас например 23 процента а там может быть процентов 15 или 19 если вот вы на этих показателях будете сравнивать маркетинг планы с сетевиком с вашим коллегой по цеху то тогда вы сможете более точно просчитать доход какой доход получается у них с двухста 220 ну пусть 300 вот у нас 300 тысяч у нас доход здесь среднем на структуру где-то сорок две тысячи на структуру коллеги и у них какой в среднем доход именно в 300 тысячах и вы тогда будете понимать где выгодней у нас или там когда вы начнете в этом разбираться то именно ваш коллега по цеху в другой к сетевой компании может увидеть что преимущество у нас и тогда вам гораздо проще и ему предложить переход к нам если это понятно поставьте плюсики я перехожу к следующему слайду понятно спасибо вам коллеги ну я говорю если что-то будет непонятно я смогу потом ответить на вопросы скайп чате мы с вами пообщаемся второй момент на что нужно обращать внимание это звание директорские я назвала директорский но вы понимаете уже что рост по квалификации и важно на каждом уровне директорском какие выплаты бонусы квалификационные и вообще есть они или нет потому что в некоторых компаниях нету выплат единовременных квалификационных или они есть но они есть например как раньше у нас было у нас раньше дали дарили тысячу евро но когда начал скакать доллар и евро начали скакать то люди которые попали в эту катавасию открыли квалификацию у них получилось не а раньше у нас равнялась 1000 евро равняла 40 тысячам рублей а люди которые попали вот в этот переход вот ужасный у них получилось что они бонусы стали получать из-за того что у нас в евро 37 или 38 тысяч то есть уменьшился бонус и чтобы не обижать людей по квалификациям алексеем геннадьевичем нечаян было принято решение убрать до европродукт евро бонус принципиально поставить фиксированные рубли потому что если бы это было бы больше то конечно было бы лидеру достигшего достигшему квалификации приятно что он получил больше но по большей степени получалось что шло обесценивание доллара и обесценивание евро и произошла такая ситуация что люди стали получать меньше и чтобы никого не обижать компания приняла решение и утвердила фиксированные бонусы раньше было 40 сейчас у нас 55 тысяч за первую квалификацию директора теперь смотрите я по бонусам вначале скажу старший директор это 82 500 или если вы уже получали 55 то вы дополнительно получаете 27 500 и у вас может быть или один директор или просто объем 5000 баллов серебряный директор это два директора и это 110 тысяч рублей бонус золотой директор это три директора и 165 тысяч бонус рубиновый директор это 220 тысяч рублей и это 4 директора зачем я вам это сказала когда с другой компанией вы будете сравнивать маркетинг планы вот сетевиком то важно понимать а первая планка какова то есть мы с вами рассмотрели ее в товарообороте а следующая директорская планка какова то есть сколько директоров должно быть и сколько бонусов вы можете получить потому что помимо квалификационного бонуса в нашей компании платят еще директорский бонус и сейчас сейчас попробую объяснить вот смотрите если у вас вырастает два директора это а вот фабрик это два директора умножить на 3000 баллов ну по минималке это получается 6000 баллов и ваш боковой объем тут в принципе достаточно полторы тысячи баллов то есть у вас грубо минималка семь с половиной тысяч баллов это первый момент семь с половиной тысяч баллов если умножить среднем на 100 рублей помните как мы считали до этого то у нас получается сколько если семь с половиной умножить на 100 рублей сколько будет оборот всей структуры посчитайте семь с половиной тысяч баллов умножить среднем на 100 рублей стоимость одного баллов продукта сколько получается семьсот пятьдесят тысяч ваша структура серебряная сделала спасибо большое мария смотрите если семьсот пятьдесят тысяч делает друг друг в другой компании сетевик каковы будут там выплаты и тогда вот здесь вы можете складывать первое это объемная скидка какую получаете в на этом уровне и там второе квалификационный бонус какой получается у нас и там третье директорские бонусы за квалификации директоров есть они или нет и какие и уже из этого вы складываете общую сумму дохода на этих квалификациях забрали по 23 наверх ничего не идет не поняла так 6000 забрали руслан не поняла расшифруйте пожалуйста и 6000 это директора а все вы имеете ввиду что отделение произошло 6000 баллов ваши директора отделились правильно и вы за них получаете пять процентов все поняла за них вы получаете пять процентов директорский бонус на первом уровне вы всегда получаете пять процентов за директорский оборот вашей структуры в той компании сколько будет секундочку бонус это единовременно выплаты директора лично не на структуру конечно и конечно естественно я просто вам могу сказать что если у вас боковой объем будет минимальный то там будет одна выплата если боковой объем будет большой как у меня вот я например серебряный директор вот я серебряный директор и у меня должно было быть семь с половиной тысяч баллов а у меня 25 понятно про что говорю поэтому чем больше количество баллов тем больше выплата но это нужно считать для чего я вам это показываю это поизучайте маркетинг план чтобы вам легче было ориентироваться но вот именно сравнение нужно делать не от того сколько директоров там в первом уровне для какой квалификации а именно какие выплаты происходят за каждого директора директорские или бонус какой выплачивается на этом уровне и какую объемную скидку вы можете получать на этом уровне и все это плюсуется и тогда выясняется на этом вот например помните как мы посчитали на этом уровне семьсот пятьдесят тысяч сколько получается там у тех сетевиков и сколько у нас до единовременной если это понятно а то я буду двигаться дальше понятно или нет возможно кого-то я немножко сегодня запутала но я направление вам даю коллеги вы потом знаете как вы потом когда дома домашнее задание сядьте и начните это просчитывать когда вы не будете например что-то понимать или вы запутаетесь задайте мне вопрос я вам подскажу я отвечу потому что это не секрет это просто действительно нужно знаете как математически разложить на листе когда вы научитесь рассчитывать свой маркетинг план то вы сможете с любым сетевиком рассчитать его маркетинг план если он вам даст все показатели и тогда у вас это не составит труда и вы спокойно сможете общаться с любым сетевиком и стать профессионалом смотрите каким еще показателям нужно обращать внимание третье какие виды бонусов есть другой компании и суммы и положенные действия для получения потому что даже если например они скажут у нас тоже есть бонус квалификационный а что именно нужно сделать для того чтобы его получить если у нас бонус квалификационный это нужно открыть и подтвердить восемь периодов подряд по 3 ой не подряд восемь периодов из восемнадцати за год тогда квалификационный бонус вы получаете можете подряд быстрее деньги получите если за восемнадцать за год вы по одному разу подтвердите восемь раз то вам выплатят этот бонус а там какие условия и на каждой квалификации какие условия поэтому разговаривая с другим сетевиком можно рассматривать еще и вот эти моменты если у них бонус быстрый старт а у нас он есть и он действительно уникальный у нас были бонусы быстрый старт всегда хорошие но они были жесткими а сейчас они лояльные я не буду о нем рассказывать вы все о нем знаете можете прочитать это вообще шикарнейший бонус это как раз создано для того чтобы приходили сетевики его им нужно показывать это чтобы с командами приходили следующий момент бонус директорский у нас до бесконечности есть у нас определенные ограничения но это вы можете посмотреть в таблице то есть например если вы серебряный директор то вы получаете с первой со второго уровня бонус директорский если вы золотой то вы уже с третьего если вы рубиновый то уже и четвертый зацепляете если вы бриллиантовый то там вообще до бесконечности поэтому есть небольшие ограничения на первых квалификациях высоких но в любом случае у нас бонусы выплаты в глубину до бесконечности некоторые смотрят на процент и говорят о этом мизер знаете если у вас растет например большое количество директоров в глубину например марьям у марвы 150 директоров в глубину и она с каждого имеет определенный процент красота ее годовой доход составляет вот уже по прошлому периоду 9 миллионов 500 тысяч годовой доход а чё бы нет прекрасно поэтому коллеги вот здесь тоже нужно разговаривать с с сетевиком спрашивать есть ли у них директорские бонусы и если там ограничения потому что в некоторых компаниях есть ограничения например до пятого поколения или до шестого и несмотря на то что например это ступенчатый и там на самом деле с отделением почему объясню у нас в нашем маркетинг плане фаберлик раньше давно давно было с отделением и у нас было доходишь до седьмого поколения и все дальше ты уже за директоров не получал сейчас у нас этого нету поэтому это важный фактор бонус стабильности если в другой компании у нас два раза в год бонус стабильности платят если вы не падаете со своей квалификации а еще и растете если вы открываете две квалификации в год то вы честно скажу коллеги вы получите не два раза в год я так открывала две квалификации в год я получила бонус стабильности три раза в год два раза за предыдущую квалификацию и одну ухватила уже за новую бонус развития это начинается у нас бриллиантового директора а есть ли там бонус развития что это такое у нас платят с квалификации бриллиантового директора 30 процентов от всех бонусов ваших директоров в ширину и в глубину то есть получил например ваш директор миллион двести пятьдесят тысяч единовременный бонус за квалификацию старшего национального директора и вы 30 процентов получите с миллиона 250 ему компания вручила и вам начислила начисление это идет раз в год а если в другой компании такие бонусы развития знаете когда многие достигают квалификации бриллианта они уже такой у них кошелечек наверное знаете как маленький чемоданчик и они так уже хорошо получает такую сумму что называют это уже с этой квалификации можно назвать что это уже практически пассивный доход идет но если вы будете еще дальше развиваться то там ваши доходы будут расти не по дням а по часам у нас есть бонус материнства и усыновления как за одного ребенка точно так же и за более детей и неважно если предположим у вас был ребенок и вы еще не были в компании фаберлик и вы например установили ребеночка второго или родили второго ребеночка в квалификации начиная от директора то компания вам будет платить за двух детей и неважно что первый был рожден не во сети не фаберлик и в течение года 18 раз за год вам заплатят определенную сумму если в другой компании такие бонусы когда вы рассмотрите какие бонусы есть у них какие есть у вас и вы помните я вам предыдущий слайд показывала и рассчитаете сколько а они вот это то вот этот вот и рассчитайте на каждом уровне сколько у них получается а сколько может получиться у нас да еще и бонус быстрый старт рассчитать который двойные бонусы все двойные бонусы то коллеги скажу честно а вы можете сами удивиться а чего это я сижу а не пора я бы мне уже бриллианты или в национальные директора и уже вы так сами загоритесь что и рядом с вами ваш коллега по цеху из другой сетевой компании загорится тоже и пойдет за вами давайте посмотрим следующий слайд по каким показателям еще это объемная скидка у нас называется объемная скидка в других компаниях называются доходы называются комиссионные по-разному нас называется объемная скидка но смысл не меняется это выплаты дохода на каждом этапе движения то есть у нас три недели у кого-то месяц у кого-то две недели у всех по-разному смотрите еще помимо вот выплаты все выплаты у нас есть помимо объемной скидки есть еще и торговая наценка многие путают скидку и многие путают и имена карманные деньги доход от продаж вот так вот коллеги уберите скидку скидка это экономия для души для тела и для своей семьи а торговая наценка от прайса каталогу у нас плюс 35 процентов я знаю что некоторых компаниях есть 15 или 25 процентов или 20 процентов им необходимо на определенную сумму купить для того чтобы например достичь 35 у нас просто 35 процентов идет с 50 баллов а 25 процентов торговая наценка до 50 то есть минималка 800 рублей купили на 800 рублей наша цена продали добавили плюс 25 процентов это будет стоимость каталога продали получили маржу в карман вот можно сравнивать еще на этих моментах сетевой компании стоимость самого продукта количество акций в каждом каталоге это тоже нужно сравнивать потому что то что делает у нас вообще алексей геннадьевич не чаев и вообще менеджеры 20 и 25 это скидка ольга это от каталога к прайсу скидка экономия а торговая наценка от прайса каталогу плюс 35 плюс 25 я проиграла коньяк мужчине который хорошо умеет математики разбираться коллеги это математика многие забывают тонкости математики как считаются плюс проценты и минус проценты потом объясню ольга не буду заострять на этом внимание у меня это есть видео и потом объясню созвонимся и так стоимость самого продукта я прям всем говорю у нас заморожены цены каждый каталог идет огромное количество акций неимоверное громадное количество акций не все компании позволяют себе вот такие супер бонусы бонусы за покупки как сегодня был ажиотаж 70 процентов скидка на продукты счастливые недели завалили нас знаете как на форуме Алексей Геннадьевич не сказал мне многие пишут что мы так избаловали всех наших новичков и консультантов зачем мы столько подарков дарим так вот он сказал коллеги я люблю дарить подарки я буду дарить подарки вашим новичкам и вашим консультантам а вы будете получать процент от оборота вашей структуры это мой выбор и я хочу это делать у нас действительно это есть не во всех компаниях это есть поэтому поговорить во многих компаниях поднялись цены очень сильно очень сильно поднялись и если сравнивать можно прям увидеть мы прям сравнивали ух ух сравните каталоги это когда вы будете разговаривать с сетевиком на этом вы делаете акцент дальше мотивационные программы если в других компаниях коллеги не отвлекайтесь потом поговорим потом узнаете давайте мы поговорим сейчас что мы должны предлагать мотивационные программы какие есть мотивационные программы в других компаниях у нас есть стартовая программа шикарнейшая потрясающая дорогущая у меня пришел один консультант ну она не лидер в другой структуре но она в другой компании она вип-клиент и она мне как-то позвонила спустя 3 периода и говорит Тань скажи в чем подвох я говорю в смысле подвох она говорит ничего не понимаю покупая на маленькую сумму ведь 1900 это мизерная сумма и получают такие огромные подарки за бесплатно ничего не понимаю скажи в чем подвох меня куда-то заманивают я очень смеялась вот именно подвоха нету и вот это уникальный момент стартовая программа наша причем не просто фиксированный продукт с одной стороны вроде бы фиксюр с фиксированной с другой стороны это именно можно выбрать шампуни под свой тип волос помады под свой цветотип и многое другое об этом надо говорить с другим сетевиком акции возвращаемся в бизнес каждый период у нас шикарные подарки для тех людей которые вдруг не сделали заказы вот за что им дарят то денежные призы то еще что-нибудь ну не хотят они а компания им дарит супер акция для наставников на рекрутинг на увеличение своей структуры сейчас акции пошли на личные группы на увеличение мотивационных программ огромное количество подарочные акции всевозможные поездки вот недавно кто-то писал в скайпе я набор каори выиграла а кому-то пылесос достался кому-то еще поездка куда-то фаберли клуб уникальный продукт когда я говорю бесплатно скажи сколько стоит бесплатно бонусы у вас накопились бесплатно многие до сих пор не знают что это бесплатно эти подарки это бесплатно а вип программа новая вот смотрите когда вы говорите с другим сетевиком спросите какие программы мотивационные есть у них пусть вам покажут картинки Пусть вам покажут сумму, пусть вам покажут, какие правила участия в этих акциях. И параллельно расскажите про наши. А, вот, Мария выиграла. Вот, поздравляем тебя. И на самом деле, вот очень часто происходит такой момент, очень приятный. Следующий этап. Объемная скидка по маркетинг-плану. Какой процент и на каком уровне. Очень важно понимать, какая объемная скидка на каком уровне квалификационном происходит. Это тоже сравниваете, и вы можете показать коллеге, основываясь на обороте его структуры, показать, какую объемную скидку он мог бы получать. Вот, предположим, он там делает определенный оборот со своей командой. Он переходит с этим оборотом в нашу команду, в нашу компанию. Он берет тот оборот и считает на нашем. И говорит, опа, а я бы здесь получал в два или в три раза больше. И вот этот момент прям счастья, что действительно этот человек пришел к нам. И я счастлива, что человеку придется всего лишь делать то же самое, что он делал там, только продавать другой продукт, организовать точно так же свою же команду и приглашать новых, но получать будет в два, в три раза больше. И такое счастье, что такие люди у нас есть, которые к нам уже пришли. И я их люблю, ценю, обожаю. Нелечка Ванина одна только с Иваном пришли. Вот что они значат и как они выросли прекрасно. За шесть периодов они выросли и сделали квалификацию директора. А еще есть у нас огромное количество лидеров из других компаний. Я очень счастлива, что они пришли. Я очень надеюсь на то, что они стартанут и обязательно со мной свяжутся. И на какие-то тонкости я вам расскажу. Ну и у вас в структурах коллеги могут быть такие люди. Потому что, с одной стороны, это особые люди и требовательные. А с другой стороны, это такие благодарные люди, когда вы им правильно покажете, что им нужно делать, они быстро вырастут. Это будет действительно, знаете как, я бы сказала, что это ваши партнеры, с которыми вы будете строить бизнес и впоследствии. Потому что именно эти люди начинают понимать и говорить, ух ты, а мне здесь нравится, ух ты, а продукт хороший, ух ты, а оказывается здесь совершенно другие люди. И вот этот момент очень прям прекрасный. И вот на это нужно обращать внимание. Подарочные поездки, награждения за квалификацию. У нас есть подарочная поездка с драгоценного директора. Но они очень дорогие, очень шикарные. Раньше было с директорства, сейчас пока не убрали этот момент. Возможно, и восстановят, не знаю. Ограничения по разновидностям по маркетинг-плану. То есть, знаете как, вот когда вы разговариваете с сетевиком, обязательно учитывайте, какие у них есть ограничения. Например, нельзя чего-то, то, что я вам показывала, маркетинг-планы. А может быть, есть какие-то строгие правила, которые шаг вправо, шаг влево, расстрел. Давайте перейдем к следующему этапу. Я прям вас задержала, а я тороплюсь, чтобы быстрее. Пятый пункт. Условия и правила сотрудничества с компанией. Я просто буду зачитывать, если будут вопросы, пишите. Какое вхождение в компанию? Платное или бесплатное? Потому что в некоторых компаниях платное, у нас бесплатное. И причем, есть ли переход в процессе деятельности и обязательное выкупание своего места? Что это значит? У некоторых компаний есть бесплатный вход. Но для того, чтобы купить бизнес-пакет, нужно заплатить определенную сумму. А если перейти, например, в более профессиональный бизнес-пакет, то это будет еще дороже стоить. А у нас этого нет. Человек пришел, пришел, знаете, как наблюдатель, подумать, пощупать. В конечном итоге он решил строить бизнес, берет и строит. И никаких проблем. Единственный момент, если он хочет регистрировать свою структуру, ему нужно сделать один единственный заказ на 800 рублей и его оплатить. Все. Все. Вот наше вхождение в бизнес. Больше никакого вхождения нет. Если он хочет пользоваться, да и пусть пользуется сколько хочет. Спросите у той сетевой компании, есть ли у них какие-то вот такие правила. Схема отчетности перед компанией, обязательных действий в процессе деятельности. Потому что в некоторых компаниях есть жесткая схема отчетности. И не буду называть эти компании, но на самом деле знаю, что иногда бывает, что прям ух, там требуют капитально. У нас этого нет. И я, с одной стороны, мне вот, знаете, честно, иногда жалко, что компания Фаберлик не ведет отчетность. Потому что иногда некоторым нужно было бы, вот знаете, как ремня уже всыпать, чтобы этот человек действительно пошел куда-нибудь. А с другой стороны, это такая возможность чувствовать себя человеком в нашей компании. То есть люди, которые к нам приходят в нашу структуру и в наш Фаберлик, они начинают чувствовать себя свободным творцом. Они создают свои какие-то правила, они создают какие-то свои... Вот как мы создали свой проект, и нам никто ничего не запретил. Главное, чтобы не нарушать правила компании. Мы создали свой обучающий сайт, и никто нам ничего не запретил. Мы, например, с вами общаемся и вот проводим обучение, и никто нам не запрещает это делать. А наоборот, нам даже помогли, чтобы мы получили сертификаты как бизнес-тренеров и многое другое. То есть здесь и отношение к личности у нас в Фаберлик. В некоторых компаниях есть, что эту личность прижимают. И человек, когда приходит, он говорит, я уже не могу, у меня уже сил нет. Поэтому спросите, есть ли какие-то вот такие жесткие условия отчетности перед компанией. Следующий момент. Подарки дарятся или... Подарки дарятся или переходят в ваши оплаты при невыполнении бизнес-плана? Объясню, какой момент. Не буду опять называть компанию, думаю, вы догадаетесь сами. Есть такая... Есть компании, в которых дарится машина. Если, знаете как, я считаю, что подарок, это подарок должен быть. Если мне подарили поездку в компании Фаберлик за рубеж, то с меня никто не спрашивает дополнительных денежных средств, которые я должна заплатить за эту поездку. В некоторых компаниях есть условия. При достижении определенного результата вам дарится машина. Но машина дарится не просто так. Важно, пока вы эту... То есть машина берется, знаете, как в лизинг от компании, в кредит, в лизинг. И является эта машина собственностью компании. Вы обязаны были бы делать определенный оборот для того, чтобы... А, ну да, я тоже, видишь, одинаково думаем. Да, в лизинг, а не в подарок. Но вы должны делать определенный оборот. Тогда из вашей объемной скидки, из вашего дохода, вычитается определенная небольшая сумма. Ну, а это ваша сумма, и, возможно, вы на нее рассчитывали. Но вы платите за машину. И обычно это на определенный срок. Если вдруг вы падаете со своей квалификации, ну, мало ли, всякое бывает, всякие форс-мажоры и многое другое, то эта машина переходит, этот лизинг переходит на вашу оплату. То есть вы практически платите кредит. Знаете, когда мы сравнивали с одним сетевиком вот эту возможность получения такого подарка, я была поражена. Я сказала, вы знаете, я, конечно, понимаю, что вам это объяснили, и вы радуетесь, что вы можете получить машину. Но, честно скажу, под те проценты, которые вам отдадут, если вдруг у вас что-то не получится, эту машину, и вы будете выплачивать ежемесячно в лизинге, то я вам, честно скажу, гораздо проще взять автокредит в салоне, потому что моя машина в автокредите в салоне мне обошлась гораздо дешевле, на меньший срок и на меньшую сумму выплат. Потому что, когда я считала, как оплачивается в лизинге, то там есть такой момент, не дай бог, что с тобой случилось, то машина не принадлежит тебе. А сейчас машина в моей собственности. Я плачу просто кредит по минимальным процентам. А там получается подарок практически в кредит, но под большие проценты. И под ту возможность, что, не дай бог, вы не сделаете, то это будете оплачивать в течение своей жизни. Зарабатываете вы или нет, это ваши будут проблемы. Поэтому вот здесь вот очень аккуратно задайте вопросы и посчитайте. Тогда вы сами поймете. Потому что, я думаю, вы люди умные, вы уже брали кредит, и вы знаете, что это такое. И вы сможете рассчитать, как рассчитывается автокредит, и что это получается. И следующий. Есть ли лифт для ветки к вам? Если консультант перестал работать, что это значит? У нас, например, называется прослойка. Ну как, например. Вот есть лидер, который пришел в мою структуру, в первую линию. Он привел прекрасного лидера. А этот лидер как начал развивать свою структуру, и расти, и развиваться. Да, корзиночка. А все, он начал расти. И получается, есть прослойка, вот эта корзиночка, а под вами человек. Если человек еще делает какой-то объем, то он получает такой, знаете, пассивный доход от своего лидера. А вы получаете за объем полностью, весь. Из-за этого, из-за директора, который в глубине. То есть, если у вас вырастает во втором поколении директор, а в первом просто человечек пользуется продуктом, то получается, вы получаете за объем полностью всей 23% группы. Если в первой линии человечек берет и принимает решение уйти из компании, то директор во втором поколении лифтом добавляется к вам. И он является директором в вашем первом поколении. Даже в корзинке он является директором вашего первого поколения. Это называется лифт. В некоторых компаниях такого нет. Если, предположим, первая линия не работает, то доход, как говорится, от директора второго поколения уходит в саму компанию или к вышестоящим, драгоценным, каким-то в определенной квалификации директорам. Коллеги, здесь все понятно или нет? Если да, поставьте плюсики. Коллеги, все понятно или нет? Если да, то поставьте плюсики. Отлично. Какие вы у меня молодцы сидите. Я прям вот, я извиняюсь за такое количество времени, но мне очень хочется, чтобы вы понимали это. Потому что если вы будете понимать, то вам не нужно знать маркетинг-планы, потому что количество вообще сетевых компаний огромное множество. Это я вам только вот здесь совсем маленькую толику показала. А ведь их намного больше. И приходят новые сетевые компании. И маркетинг-планы всех компаний невозможно знать. Но в любом случае, если вы будете разбираться в тонкостях или как рассчитать маркетинг-план другой компании, то вы никогда не ошибетесь и вы всегда будете понимать преимущества нашей компании и те преимущества, на которые вы можете пригласить любого сетевика.